Талисман В этот день литературно-музыкальная гостиная посвящена памяти настоящего талисмана русской словесности, основоположника литературного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. Любители его творчества собрались в межпоселенческой библиотеке, чтобы еще раз насладиться произведениями величайшего поэта и прозаика России. В нашем городе живут поэты, литераторы, писатели, художники, журналисты, артисты. И так было всегда. С первого дня основания дачного поселения Пушкина здесь проживали артисты, писатели и поэты. Один только Чехов у нас появлялся здесь много раз, если посмотреть летопись. Наверное, трудно сегодня найти семью, где бы не было хоть какого-нибудь произведения великого поэта. Его стихи и проза, созданные простым языком, легко запоминаются даже в самом юном возрасте. Там королевич с немокодом, кленя моей гостом и царя. Там в небесах перед народом, через леса, через моря колдун несет богатый нам. Темница там, царевна пушит, а бурый лоб неверно служит. Там ступа с бабой векой. Видят, видят, саба с бабой. Чемцарь, кащей, кащей, кащей. Там русский дом. Там русский дом. Там русский дом. И я там был. И лег я пил. У горя видят, кто не зеленый. Один сидел и поточу. Своими сказки говорил. В день рождения великого мастера слова празднуется и день языка, которым он владел в совершенстве. Ведь именно он смог передать всю свободность русского языка, раскрыв истинную красоту и духовность всех сословий существовавших на ту пору на Руси. Он один из немедленно русских писателей, который в своем творчестве полностью охватил быт, жизнь русского народа. Всю Россию. Если посмотреть на его творчество, то там от русского фольклора, от русского быта, быта обычных людей, крестьян, до царей, как вот Борис Годунов. Он всей душой, всем телом родил за свою страну. Он переживал за все, что происходит вокруг. И таким обычным русским, простым языком он все это описывал. Ведь возьмите любое стихотворение. Оно же на раз запоминается. Обычно четырехстрочный абзац, который сразу можно не только рассказать, его можно спеть. Некоторые стихотворения даже на колыбельную положены. Поэтому он такой настоящий, народный. И мы так любим его сами, буду цитировать. Ведь правда, посмотришь вдаль, вот так вот на эту речку, вот я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. А какую эмоциональную окраску несут его, казалось бы, простые слова? Как затягивают эмоции и переживания его героев, созданные величайшим мастером? Подумай, сын, ты о царях великих. Кто? Вышел. Единый Бог. Кто смеет противу? Кто? Что же? Честно. Золотый венец. Тяжел Казал Сим. Его они меняли на клопу. Царь Аан. Искал вдохновения в подобии монашеских трудов. Его дворец, любимцев горды, полный. Монастыря, вид, новый принимал. Я сколько б не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовил неменей. Мечтам и годам нет возврата, ах, нет возврата, не обдавлю души своей. Я вас люблю, любовью брата, любовью брата, или может быть еще нежней. Или может быть, или может быть еще, еще нежней. Все пришедшие в этот день в театральную гостиную еще долго наслаждались бессмертными произведениями гения, так прочно вошедшими в наше культурное наследие. Евгений Равашихин, Александр Девкин, телеканал Твой.